Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Туристическая провинция Ерзенкакималия, Западная Армения включена в список тихих городов. Национальное собрание призывает к формированию общенациональной консолидации по вопросам, связанным с судьбой Арцаха. Процесс разрушения армянских памятников не прекращается. Рафик Уртущан. Бассейн Ахалкалаки вновь открылся после долгих лет бездействия. Калифорнийская коллегия адвокатов расследует выплаты жертвам геноцида армян. Познакомимся с Западной Арменией, город Акан. Армянские саперы передали сирийскому правительству разминированные села. Строительство моста – один из символов армяно-грузинской дружбы. Туристическая провинция Кемалия, выделяющаяся своими историческими и культурными ценностями, стала 21-м населенным пунктом, включенным в сеть тихих городов Западной Армении. Раньше провинция называлась Эгип. В 1922 году она стала Кемалия. Она расположена в верховьях бассейна Ефрата. 30 апреля 2021 года провинция, отражающая богатое культурное наследие Западной Армении, своей традиционной архитектурой была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальное собрание Республики Арцах приняло следующее заявление. Национальное собрание Республики Арцах как высший представительный орган народа Арцаха с первичным мандатом призывает к общенациональной консолидации в вопросах, связанных с судьбой Арцаха. В этот непростой период геополитических реалий, когда Азербайджан, пытаясь свергнуть российскую миротворческую миссию, продолжает регулярно обстреливать армянские населенные пункты, взрывать газопровод, пытаться запугать мирных жителей, проживающих на родине, и продолжать оккупировать новые территории. Национальное собрание Арцаха подтверждает волю и решимость народа Арцаха в ведении национально-освободительной борьбы, вытекающей из права свободно жить на своей исторической родине. Уважаемые соотечественники, ключ к существованию армянской государственной безопасности армянского народа находится в Арцахе, говорится в заявлении. В эфире телеканала Western Armenia TV заместитель директора фонда изучения армянской архитектуры Рафи Куртощан рассказал о сохранении историко-культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха, что стало практически невозможным, поскольку процесс разрушения армянских памятников не останавливается. Куртощан также упомянул село Порох, где было осквернено кладбище IX века, представленное как могилы азербайджанцев, захороненных там 30 лет назад. Однако экспертизы могут доказать, что это средневековое кладбище. Культурное уничтожение, которое сейчас совершает Азербайджан, уже много лет совершается Турцией в Западной Армении. Бассейн Ахалкалаки заработает через 3-4 дня, так как вода сейчас подогревается. Тренажерный зал готов к приему посетителей. По словам директора бассейна Мартина Габриеляна, все технические проблемы в бассейне решены. Бассейн Ахалкалаки работает с 2012 года. Почти каждый год он не работал по несколько месяцев. С 1 августа 2018 года перестал работать совсем. Первоначально причиной закрытия было то, что очистка превратилась в проблему с канализацией. Генеральный прокурор Калифорнийской коллегии адвокатов заявил, что Совет по-новому взглянул на поведение адвоката в ключевых делах о компенсации армянам за геноцид после расследования, проведенного Таймс. Комиссия ранее наказала одного адвоката и пыталась наказать еще двоих в связи с делом о геноциде. Ужасная несправедливость была совершена, когда потомкам армян, убитых во время геноцида, было отказано в их законных требованиях, заявил главный юридический советник Джордж Кардона. Согласно легенде, после разрушения Ани часть его жителей переехала сюда и основала новый город под названием Акан. Армяне, переселившиеся сюда из Анифт в 1300 году, основали свой район в церкви Святого Окопа. В древние времена Акан был частью Малой Армении. В начале 14 века Акан был оккупирован турками. С 3 по 4 сентября 1896 года турецкие бандиты напали на Акне, а курды – на окрестные армянские села. В следующие два десятилетия армяне отстроили город заново. Во время геноцида город лишился армян, большинство из которых вскоре стали жертвами миграции. Армянские саперы совместно с саперами российского Центра примирения конфликтующих сторон в Сирии разминировали и передали правительству сирийской провинции Алеппо более 120 тысяч квадратных метров земли. По словам сирийцев, работа российско-армянских саперов позволила использовать огромное количество пашни и спасти жизнь сотней зелян. Представитель Центра сообщил, что работы по очистке от взрывоопасных предметов будут продолжены. Исполнительный директор фонда дорожного управления Горова Тесян и Леван Купаташвили, заместителя представителя Департамента автомобильных дорог Грузии, наблюдали за строительством нового моста через реку Дебет. Мост Дружба является совместным армяно-грузинским проектом, финансируемым Европейским банком реконструкции и развития, и правительствами Армении и Грузии. Леван Купаташвили выразил надежду, что это строительство будет не единственным совместным проектом. Такие проекты будут продолжены в будущем. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok